Говорить ты будешь, Бартик? Ау-ау-ау-ау, как ты? Ау-ау-ау-ау. Нет, сегодня. Последний звонок был за неделю до гибели. Я не брошу своих ребят, я доведу всех до конца. Ты только о Бартике позаботься. Наш земляк Александр Шишков погиб в мае 2022-го. Удостоен звания Героя России. Посмертно. Его любимец Барт едва не умер от тоски. Отказывался от пищи, отказывали ноги. Благо, от сложного пациента не отказался ветеринар. Назначил поддерживающую терапию. Какая преданность и верность, а? Вот что Саша был предан и верный своему делу, армии, стране. Миссию сына подхватила мама Алла Шишкова, первонаперво выполнив последнюю просьбу Александра приглядеть за его четвероногим другом. Эти грустные кадры мы сняли в октябре 2022-го. А в марте 2024-го с опаской спросили. Собака. Слава Богу, собака. Хорошо. Мы ее вылечили. Мы ее два месяца тащили, как говорится, всеми силами, уколами. Собака жива, здорова. Сама Алла Вадимовна на интенсиве. В бесперебойном режиме проводит по школам, СУЗам, ВУЗам уроки мужества. А недавно в качестве делегата от Ульяновской области побывала в столице и заслушала послание президента. Для меня, конечно, ценно то, что началось все со СВО. Слова благодарности со стороны президента. И особенно отмечаем память. Мы почтили память погибших. Затем у него были слова благодарности, направленные на тех, кто сидел. Ребята без ног, без рук. Лишился конечности, прибавив в мужестве. Ветеран спецоперации и еще один наш делегат Сергей Притула. Для себя он услышал важную новость о запуске специальной федеральной кадровой программы «Время героев» в первом ее потоке. Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей. Наших героев именно направить на аппарат управления. Туда их брать. То есть это люди, которые определенную школу прошли. Они много умеют, много знают и много могут сделать. Ключевых моментов обрисовал по каждому пункту. Их очень много было. Но большая часть, наверное, для себя, наверное, выделил. В образовательной сверхдеятельности идет. Потому что у меня все-таки трое детей. Их надо научить, обучить и направить именно в нужное русло. Так что время героев как раз для Сергея. Планирует войти в программу, чтобы обучиться у наставников-управленцев. А затем профессионально заниматься воспитанием молодежи – патриотическим и спортивным. Алла Шишкова, в свою очередь, уроки патриотизма продолжит. Они нужны сейчас, а эффект он будет. Пусть и в отсроченном варианте. Я думаю, что это мой сын мне дает силы. Как бы вот миссию свою борьбы он перекинул на меня. И я думаю, что там они борются. Они до сих пор борются. За нашу свободу, за нашу жизнь и за нас. А мы должны бороться здесь. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73.